Эфирный канал, телевизионный канал должен быть одноязычным. Предприниматель, скажу, оно сжирает, кроме того, наши деньги рекламные. Мы-то, понятно, извращенцы и наркоманы. Вы реально из-за турецкого сериала нас сейчас проклинаете? Что касается денег, заберите где-то в другом месте. Чего вы под конец все испортили? Всем привет, это канал серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак, и это наш медиаподкаст номер 4. И давайте я представлю сегодня наших гостей. Джамила Эльмировна Римановна, генеральный директор КТК. Александр Подойников, главный редактор новостей КТК. А также автор телеграм-канала «Африкадельки в сахаре». Что важно, есть такое дело. У нашем местном казахстанском медиа. И Дориан Меркеев, главный редактор «Айрана». Сейчас мы находимся на точке 133 тысячи подписчиков на канале «Айран». Немножко отстаем от наших планов. Я думаю, где-то 140 должно было к этому времени. Но вот эти 7 тысяч... Это все выборы виноваты. Отвлекли внимание. Выборы отвлекли внимание. В общем, сегодня у нас подкаст. Наверное, большей частью, судя по составу гостей, про телевидение. Потому что в некоторых выпусках мы как-то упоминаем телевидение, так или иначе. Не очень хорошо упоминаем. Стараемся себя сдерживать. Сейчас вы нам расскажете все правды. Да, все мы из телека, поэтому такая ситуация. Ну да, я, как всегда, еще два слова от себя пять копеек добавлю. Не секрет, наверное. Но, во-первых, у нас же подкаст такой индустриальный. Все знают, что я работал долго с Элемириной Риманой. Замечательные, уважаемые у нас гости. Вот сегодня прям вообще вот very important person. ВИП. В смысле? На правах рекламы этот выпуск? Отписки, отписки. Нет, я это... В смысле... Ты такая не оплачивала. Хочу сказать, что с этими людьми я много лет работал. Я был обязан и Элемириной Риманне, и Александру тем... Не, ну что вы, я скажу же по-казахски, на урок сегодня. По-казахски скажу. Нас поэтому позвали. Праздничный выпуск. Скажу. Смотри, я... Заносим голову. Сразу новости начинают. Что мы даем мастерлайке от праздничной выпуски? Уважаемые люди, которые, я считаю, на самом деле делали и продолжают делать очень много, которым я лично, с которыми с Элемириной Риманной, с Сашей, больше 14 лет вместе мы работали. И делали вот это большое дело, которое называется КТК. Сейчас об этом поговорим. И самое главное, что... Не просто потому, что мы друг с другом дружим и друг друга любим, а потому что телеканал КТК – это телеканал по рейтингам номер 2 в этой стране. Номер 2. Да. Это вот такой вот статус. У нас 133 тысячи, а здесь номер 2. Да, и новости – это номер 1 в этой стране по рейтингам постоянно. И Саша в своем... Еще раз рекламируем, ссылка будет в описании, там везде будет ссылка. Саша в своем телеграм-канале индустриальном «Фрикадельки в сахаре» он постоянно дает очень такую интересную медиаметрику, где топы 10, топ 5. И видно, какие позиции телеканал КТК занимает. Поэтому спасибо вам, что вы пришли, что вы со своих вот этих телевизионных высот, люди, которые ездят в Астану, общаются с министрами. Огромные аппаратные студии. Да, свет софитов. Мы записываемся в подвале, если что. Чтобы вы спустились к нам в подвал, и давайте поговорим о телевидении. Почему на коммерческом телевидении, я ответ на этот вопрос знаю, но я хочу, чтобы вы ответили на него, почему нет других адреналиновых вещей спорта, Оскара, не знаю. Почему вообще все меньше и меньше тех вещей, где мастерство телевизионщиков, оно было бы, кроме новостей, во всей красе на нашем коммерческом телевидении. Почему этого мало? Да, тут про коммерческое, потому что госканалы же, они продолжают, Оскар транслируют, Евровидение транслируют, новости спорта у них есть, новости культуры у них есть, но по цифрам это, конечно, не знаю, ноль, минус ноль. В этом году, по-моему, Оскара не было трансляции. Да, в этом году не было. Ну, Саша, ну, Саша близок, я, наверное, об этом более подробно скажу, потому что мы коммерческий телевизионный канал, как вы знаете. Как вы знаете, поэтому мы делаем маркетинговое ТВ. И это у нас все жестко посчитано, то есть у нас имеют место в эфире только те проекты, которые окупают себя. Все, ничего лишнего. Это, с одной стороны, хорошо. Когда-то это было, знаете, когда эти тучные годы, которые любят все вспоминать, нефтяные, после нефтяные, там, после 2008 года, когда наша команда сформировалась, как раз Арман Шураев, я была его заместителем, Даурен, директор информационных программ. Безусловно, это золотые тоже времена того периода. Естественно, за 30-летнюю историю КТК, я думаю, таких составов было несколько с самого начала. Да, но я вспоминаю это как золотые времена. Это действительно, это был прорыв, потому что, когда мы пришли на канал, канал ввиду разных событий, в том числе политических, около политических, находился, прямо валялся, можно сказать, там, очень быстро, как я всегда говорю, поднимать канал тяжело, опустить можно в течение месяца, и потом вообще не поднимешься. Я говорю про коммерческий канал. И, в смысле, у нас была такая ситуация, что мы начали все это понимать, и тогда мы стали тогда только разбираться, что такое маркетинговое ТВ, потому что у нас тоже было как на госканалах 48 программ, и про спорт, и про детей, и музыкальный, и утро, и вечер, и для взрослых, и не очень взрослых, там, понятно, все изгалялись как могли. Вот приходит маркетинг, и становится понятно, это все связано с позиционированием канала, с позиционированием сетки, и, простите, с деньгами. Все должно считаться. И тогда произошли болезненные, ну, революционные тогда для канала процессы. Канал выстроил свою уже новую концепцию, с учетом, естественно, нового времени, того самого народного канала, но как бы с другим акцентом, да, это было очень важное время, в течение трех-четырех лет мы устали, а потом рванули, сделали прыжок, и уже нас со второго места никто не мог открести, да, потому что мы уже знаем, что хотим, но маркетинговое телевидение предполагает, понятно, жесткий концепт, и внутри этого концепта только то, что ест телезритель. Ну, как бы, да, для того, чтобы влиять на зрителя, надо его кормить, правильно? Мы кормим зрителя тем, что он кушает. Здесь две стороны. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая сторона, что, ну, понятно, где грамотно, в любой компании, где грамотно вообще с маркетингом, с позиционированием и так далее, она эффективная, правильно же? Другой вопрос, это наша, я бы сказала, трагическая или драматическая привязка, зависимость от его величества рейтинга. На самом деле это ужасно. И я хочу сказать, что телеканалы коммерческие в том числе, у государственных все это было невнятно, особенно вот в противовременно, мы, естественно, как бы, зависимость от рейтинга рождает что? Что мы идем на поводу аудитории. Аудитория, как известно, массовая, да, аудитория, вкус аудитории массовой, мы тоже, как бы, примерно знаем. Аудитория меряется независимым, тогда они назывались по-разному, сейчас ТНС, в смысле, измерителем, да. И мы смотрим все. То, что не имеет места, в смысле, нашей сетки, не имеют места те программы, которые нерентабельны. То есть все пришито к рекламе, потому что GRP, это тот самый GRP, складывается из рейтинга, это валюта рекламного рынка, и мы к ней очень привязаны. Это как раз к вопросам зрителей, когда еще эти были актуальны, сейчас уже, наверное, не так. Ну, среди старшего поколения они до сих пор наивно спрашивают, почему вы убрали то, а почему вы не запускаете результаты. Если можно, я вот это чуть-чуть понимаю, в принципе, аудиторию канала. На всякий случай, то есть GRP, это, значит, такой коэффициент, по которому высчитывается, как бы, реклама, эффективность вложенных денег в рекламу. Ну, и сетка, я надеюсь, это понятно, но на всякий случай. То есть сетка, это, то есть... Программа передач. Да, программа передач, в которую, например, если вы привыкли смотреть какой-то сериал в три часа, в этот момент, то есть вы смотрите 14 серию, по логике в среду должна быть 15 серия. Линейность. И тут показывают какой-то матч Мексика, там, какая-нибудь там, Южная Корея, и вы уже, ну, как, 15 серию смотрите уже завтра, и поэтому, ну, то есть я просто, ну, чтобы как бы тоже было понятно нашей аудитории, что это такое. Да, если снести серию, то это будет ужасно, потому что у нас однажды позвонила, шел какой-то турецкий сериал, мы поменяли время выхода, звонит женщина, и она говорит, я обожаю КТК, мы все на работе, вот все женщины сидим, на швейный цех, мы обожаем КТК, вообще вы лучшие, мы всех знаем поименно, любим страшно, портреты ваши там развесили на стенах, вот, вот этот сериал где, вы же в два показывали, мы говорим, ну, мы теперь в пять. Знаете, мы вас проклинаем, весь наш швейный цех, вы о нас не думайте, вы о нас не заботитесь, проклинаете. Вы реально из-за турецкого сериала нас сейчас проклинаете, и вот это я взял трубку в тот день, и вот, так что люди вот такие... История про швейный цех, она, может, это тот же швейный цех, я недавно Адель нам рассказывал, что она там благотворительная... Которая полюбила Иран? Да, которая... А, вот, им нужна была замена, да, да. От любви до проклятия. Ставят телефон, и все вместе, как бы, работают и смотрят Иран. Я просто хочу, чтобы мы немножко отмотали и вернулись к вечному вопросу, что сейчас телевидение, да. Сейчас мы затронули два важных момента. Во-первых, GRP – это деньги. Я сейчас произнесу такую вот фразу, которая кочует у нас из подкаста в подкаст, из общения одного в другое общение. Это то, что слишком много на телевидении денег, надо все эти деньги забрать, я имею в виду рекламные бюджеты, и отдать в YouTube, потому что реклама на телеке, она неэффективна, и непонятно, куда вообще вот эти деньги уходят. Да. И второй момент, что старая вот эта модель... Сетка прозвучала слово. Старая модель линейного смотрения, когда люди включают в 8 любимый сериал, в 9 любимые новости, не работает она, есть такое мнение, а люди уже хотят смотреть тогда, когда им вздумается. Где-то смотреть, может быть, запойно, а где-то смотреть отложенно. Ну, самое главное, чтобы продукт был не в определенное время, а когда тебе вздумается. Вот что вы на это... Людмила Римановна, в первую очередь вы, что вы ответите? Что вы думаете по поводу забрать у богатых и отдать денег? Насчет денег. И выкладывать, когда готово, а не когда... Вы же знаете, у меня очень такое противоречивое... Я, наверное, плохой адвокат телевидения, потому что я вся нахожусь в рефлексиях сама, потому что это очень тяжело, когда... Ну, как ребенка ты вот вообще нянчил, ну, прям... Хотя КТК был уже большой ребенок, когда пришла наша команда, да? Ну, 20 лет было. Это трудный подросток. Трудный подросток был, да, трудный подросток, который споткнулся и лежал там где-то, вот. Ну, и как бы и довести до 30-летнего возраста, и при этом быть печальным каким-то свидетелем вот этих всех изменений, вот. Ну, как любят говорить наши медиа-менеджеры, и в том числе российские, ну, там, типа, это понятно, телевидение, это вообще же не про то. Телевидение, это не формат. Телевидение, это сейчас способ передачи как бы сигнала, да. Мы вообще про контент, а контент, как известно, можно передавать как бы по-разному, да. И сейчас по, в смысле, по прогнозам экспертов, вот это десятилетие, которое началось, оно пройдет под эгидой там Smart TV, понятное дело, да, и IP-сигнал, самый как бы популярный, который останется в основном только IP-сигнал за десятилетие, как бы, да. И мы должны рассматривать себя как производители контента, да, прежде всего. И вот здесь я скажу, вот, кто бы что ни говорил, телевидение, я считаю, остается, было, остается и еще будет долго оставаться самым профессиональным производителем контента. Здесь масса нюансов, и вы знаете, это лучше меня, как люди, перешедшие из телевидения на YouTube, в подходах, стилистике и так далее. Я вижу, как вы ломаете в себе этот академизм, да, ну, наверное, ломали, уже сломали, там, да, перешли как-то. Ломка еще идет. Ломка еще идет, да. Выдавите себя, как говорят, выдавите себя раба, вы выдавливаете себя телевидение, и это, наверное, как бы правильно. Но меня никто не переубедит, что, вот, кстати, телевидение еще и, извините, поставщик, я считаю, самых лучших кадров вообще-то для интернета, для других форматов, правильно? И поставщик контента в YouTube. И поставщик контента в YouTube. Поэтому, что касается денег, заберите где-то в другом месте деньги. Вот я даже себе, у меня на цифры плохая память, я даже принесла с собой бумажки, да, заберите у других богатых, мы уже не богатые. У вас есть адреса, да? Я дам, я дам где собрать, я вам посоветую. Да, вот, кстати говоря, результаты 22-го года у меня по медиаканалам. Это, значит, есть такая комиссия экспертов рекламного рынка, которые, в смысле, дали нам вполне себе, в смысле, такие легитимные цифры. Телевидение 22-й год закончило, значит, с результатом 35,2 миллиарда тенге, да? В смысле, интернет 34,4 миллиарда. То есть почти что да. Хотя, говорили... Это бюджеты, которые деньги, которые занесли на телек и в диджитал? Которые занесли на телек и в диджитал, это в основном прямая реклама, спонсорство, спонсорство и, значит, что там еще, господи, как его называют, сериалы, то, что вставляют, боже мой. Интеграции всякие какие-нибудь? Да, продакт плейсмент, да. Это без пиара. Здесь нет пиаровских бюджетов, здесь есть чисто, да, ТВ, интернет. На самом деле, сторонники интернета, я вообще ненавижу вот это, вот, интернет, там, против ТВ, вообще это, вообще это, нет, эта дискуссия не имеет места быть, мне кажется, тупая она какая-то. Вот, и вот обычно эти сторонники говорят о том, что интернет давно сделал ТВ, да, в России, может быть, несколько лет назад, и это даже не связано с войной и так далее, по бюджетам, а у нас в Казахстане, видите, пока еще как бы чуть-чуть, чуть-чуть, как бы, телевидение все-таки по бюджетам обгоняет интернет, интернет вот этот именно совокупный, да, и динамика была, у нас была динамика, несмотря на то, что 22-й год был очень турбулентный и сложный, на 5% больше, чем в 21-м, да. А ну, интернет больше на 20%, чем в 21-м году, вот, это что, ну, самое основное, да. Да, потому что здесь вот интернетовские деньги, вы знаете, Коля, вот, это и те деньги, которые к Гуглу уходят, и Ютубу, это основная часть, да, да, это основная часть. Именно в подвижении, вот эти автоматические... Об этом давно уже тоже наши рекламные деятели говорят, это уже разговор старый, да, только он вас сейчас коснулся, такой прям, да, такая суровая правда до вас дошла, да, вот, ну, и понятно, что вы, у вас тоже в каком-то подкасте говорили, что рекламный рынок Казахстана недооценен. Вот я даже нарыла у себя, как бы, цифры, это до пандемии, до пандемии данные, ну, вы же знаете, я отличница, как бы, этот, нарыла данные, короче говоря, вот здесь очень интересно, до пандемии, это 18-й год, кажется, российский рынок рекламы в 54 раза выше казахстанского, это вот на уровне 18-го года, и в 12 раз, и украинский в 12 раз выше, как бы, это на душу как раз-таки, вот, при том, что объем ВВП в Казахстане меньше российского на 14%, и выше украинского больше, чем в 3,5 раза. А население в России там в 11 раз больше? Да, да, да. В российском, мы же тоже в этих деньгах, по сути. Да, там 7 миллиардов, ну, грубо говоря, там 7 миллиардов на весь этот рынок украинский, а у нас там 133 миллиона долларов, это в долларах, если в долларах. Ну да, ну, это недооцененная вообще реклама сама в Казахстане, потому что она же, вот, смотрите, даже элементарно вы хотите в соцсетях продвинуть, ну, там, какое-нибудь видео, да, оно вот за последние годы увеличилось 7 раз, то есть, и оно будет, как бы, увеличиваться. Ну, вот, касательно того, что Тельмир Найманов сказал, вот, я поделюсь своими впечатлениями, я не 20 лет, телевидение только 9, но я вообще пришел к какому-то вообще радикальному такому, потому что нету никакой вообще разницы. Ну, вот, смотрите, вот мы же говорим о том, что вот этот вот, ну, по поводу слотов, да, о том, что зритель 8 часов смотрит, что нам потом говорят диджитал-продюсеры-консультанты? Они говорят, выпускайте выпуски на военном обзоре в пятницу, там, ровно в то время, что это, как не телевидение. После этого, например, мы обсуждаем, как делать такой контент, и те, кто не связан был с телевидением, говорят, ну, как такой выпуск снимать отдельно, это же дорого, да, вот так-так. Ну, мы тут включается телевизионный продюсер во мне, и я понимаю, окей, но нам нужен цикл. Цикл можно сделать дешевле, можно оптимизировать процессы. Опять-таки, откуда это все? Это же все из линейного телевидения, когда ты делаешь контент, и сам контент должен быть направлен на то, чтобы через неделю за этим же контентом зритель, привыкший, должен опять прийти. Опять прийти. Это не как кино, там, выпустил один фильм раз в полгода, это именно телевизионный подход, по сути. То есть мы должны сделать так, чтобы они... С одной стороны, вот эту линейную нашу верстку называют проклятием, как бы, телевидение. С другой стороны, да, вы абсолютно правы, но это считается... До сих пор это актуально для более пожилой аудитории, то есть более линейной, которая имеет свои привычки телесмотрения раз, а потом ей даже так лучше. Это, кстати, тоже у кого-то из медиа-менеджеров была такая интересная, они накладывали, перекладывали, знаете, вот этот вот эффект с линейного телесмотрения вообще на... это, ну, про россиян было. Это когда за тебя кто-то решает. Перекладывание ответственности даже... Диригирование, да. Почему, да, почему произошло с соседней страной то, что произошло, вот это зомбирование вот этим зомбоящиком, как бы не было это неприятно говорить, потому что люди, которые привыкли это еще перекладывать ответственность даже в телесмотрении, вот за них все решили. За них все решили и на уровне того, что они смотрят, и на всех других уровнях тоже. Просто подключаешься к матрице, к потоку. К матрице, к потоку, и ты, да, и ты вот... Видите как, это вот это коллективное бессознательное буквально телевидение, видите, поэтому это стало таким страшным инструментом там, где это стало. И в смысле, и меня это нисколько не восхищает, а ужасает, как бы, да. Кстати, ну, если со знаком минус, ну, можно вот посмотреть на том опыте российском, там, извините, как, какой там Ютуб, извините, миллионы можно зомбировать так, что, ну, как бы, идут они... Ну, это и понятно, я вот сам себя ловлю, буквально позавчера мы с Ануаром зашли на кинопоиск выбирать фильм-хоррор, но потратили, наверное, час целый, друг с другом все поругались. Вопрос выбора, это вообще жуткий вопрос. И, да, советское российское телевидение, которое не оставляет тебе выбора, а показывает то, что нужно, это, ну, это как в Матрице, кто-то выбирает остаться в Матрице, кто-то одну таблетку, другую, а... Да, а с этим Ютубом пока выберешь ролик нужный, переругаешься со всеми, ничего будем смотреть. Театры, также платформы, тоже, можно даже небольшая семья в два человека, и то может там вдрызг поругаться, что мы будем... А помните, первый канал российский, они переходили, пытались после линейки, после программы «Время» разные сериалы по... Ну, в Америке так, у них в понедельник один сериал, а вторник другой, в среду третий. Вертикальная, вертикальная сетка. Да, вертикальная вот эта сетка, планирование, они привлекали даже... К промо. К промо Ургантов, Галкиных и все прочие, все, кто был на тот момент у них, да, то есть они прям пиарили, что вы можете у них... Слоган был, что вы смотрите не один сериал в неделю, а сразу пять, и это же не пошло, то есть это буквально какие-то две недели, и цифры рухнули, люди вообще не понимали, почему им впихивают разное, да, и они все это вручили. Да, вторник экшен, это был такой пролет первого канала, в смысле я помню. Люди не могли сориентироваться, один приходил на мелодраму в понедельник и хотел ее видеть во вторник, а во вторник ему уже триллер ставят, не понял, в среду детектив, в четверг еще что-то, комедию, то есть все, все развалилось. Если продолжить мысль про влияние ужасающая зомбоячка телевидения, то у нас телевизор, да, я имею в виду, да, у нас таким нежным словом домашним телевизор можно назвать телевидение, слава богу, что, слава богу, что оно у нас такое достаточно, не то чтобы слабенькое, ну, не влияет так, как влияет там, хорошо, что там, значит, те, у кого есть такие средства, те не могут, а у КТК нет средств, а иначе бы тоже стал бы... Было бы страшно. Если вам еще денег дать, то это вообще ужасно. Да, КТК, да. Ну, а вот, кстати, к вопросу вот о контенте самом, да, ну, то есть, а вот, ну, есть какое-то понимание, что, ну, наверняка оно у вас есть, потому что я знаю, что, Эльмирно Ивановым, вы внимательно как бы занимаетесь и программингом, и контрпрограммингом, да, на всякий случай программинг это попытка, ну, как бы вот эту самую, как бы вот эту сетку составить так, чтобы в определенное время определенные аудитории смотрели, вот, а контрпрограмминг это когда понимаешь, что на другом канале в это время идет какая-то программа, и ты, как бы, ставишь напротив нее тот контент, который может тоже притянуть себе аудиторию. Я прошу такой небольшой любезнь. Притянуть или провалить даже, ну, как мы говорим, не жалко, мы называем на заклание, там, напротив какого-то проекта, например, поле чудес на сих пор будет. Будете смеяться. Поле чудес на первом канале Евразия работает так, что мы просто выбираем что-то на заклание, там бесполезно. Вот будет до сих пор оно, это поле чудес, там 35 лет ему или сколько, 45, вот оно до сих пор работает так, у нас в Казахстане оно до сих пор работает так, что там хоть что не поставь, бесполезно. Есть ли какое-то понимание, я просто знаю, что тоже на канале есть достаточная аудитория, которая интересуется, какой контент нужно предлагать телевизионным каналам, то есть какой контент сейчас, ну, как бы, дает, ну, там, рейтинги, то есть что нужно делать, ну, кроме того, что какой формат, какой жанр, там, да, то есть, ну, или о чем он, может быть, на каком языке. А сейчас начнем с того, что, вот даже я посмотрела специально, готовилась установочные исследования на 23 год, в конце прошлого года измеритель делает установочные исследования, ну, некая модель берется, и как бы на них все эти социологические, так сказать, эти критерии выверяются, в смысле, они работают с национальным бюро, вот, агентство по статистике, и оттуда берут какие-то цифры, и, значит, сами тоже проводят разные смешанные виды и количественные и качественные исследования для того, чтобы выйти вот на вот эту модель среднестатистического зрителя, ну, как портрет, ну, то есть, и сделать выборку. Вы же знаете, выборка, это там сколько-то, я забываю, около двух тысяч домохозяйств, да, разные, там, должны быть разные национальности по возрасту, по уровню образования, по уровню дохода и так далее, и так далее, то есть, некое такое, да, среднее, то есть, эти домохозяйства должны олицетворять собой такую модель Казахстана, телезрители, не просто Казахстана, а те, кто смотрит, ну, если послушать соцсети, посчитать, все уже давно выбросили телевизоры, и никто не смотрит телевизор, но, тем не менее, как-то еще находятся люди, которые смотрят и по которым высчитывают. Я к тому, что и сейчас, значит, по этим данным у нас больше 65%, около 67% казаха говорящего населения телезрителей, то есть, да, телевизор смотрят большинство казахов, владеющих, для которых казахский язык родной, и которые, ну, как это у статистиков, которые предпочитают разговаривать на казахском, ну, вот так общаться, вот, то есть, понятно, что казахоязычный контент сейчас наиболее востребован. Жанры это ток-шоу, где, безусловно, первооткрывателем, первопроходцем является КТК, ток-шоу Астар Лайки Кат, ну, потом уже появились всякие там последователи за нами, ну, там, дали мы им форум в один момент, когда убрали у себя ток-шоу, ну, там, оно уже подросло на первом канале Евразии, ну, еще какие-то там совсем бледные копии есть. Это, безусловно, для казахоязычной аудитории сериалы, сериалы. Здесь мы, к сожалению, КТК не может себе позволить линейку. Единственный из государственных каналов, ну, из каналов может позволить себе Казахстан, и то их линейка сериальная непостоянная, она там прерывается и так далее, но, по крайней мере, они уже линейны, ну, чем, в общем-то, вы говорили об этом в одном из своих подкастов, в смысле, двинули индустрию, дали, потому что что нужно для индустрии? Вал, да? Вал. Пока еще я считаю, что там количество не переросло в качество. Линейка это на протяжении года в одно и то же время разные сериалы, но свой продукт. Применяется, да, свой продукт, собственный, да, и это только пока Казахстан, да, наблюдая. Мы можем себе позволить только там по госзаказу какие-нибудь 2-4 сериала в год, премьеры, премьерные, да, иногда еще там на собственный один, один, ну, какой-нибудь длинный, да, поэтому, к сожалению, у нас даже нет, хотя наши истории достаточно успешные, я считаю, ну, это вы сами как бы знаете, вот, но здесь нельзя нас назвать лидерами этого рынка, безусловно, но сериалы, я вообще считаю, что сериалы, вот, честно, найти бы мне бюджет, вот мы бы занимались только сериалами, и вот заставить это все и так далее. Вот, что еще? Концерты. Здесь КТК, безусловно, лидер, потому что когда-то, еще 10 лет назад, мы сговорились с крупнейшими нашими театрами казахскими, как Анмен Анше, там, и так далее, так дальше, геншоу, они практически все у нас, они снимают свои премьерные концерты, мы их анонсируем изо всех сил, за что получаем чаще эксклюзивные права на их вещание. Казахоязычные зрители очень любят концерты, особенно на все праздники. У вас еще линейка была, был концерт, да, вот этот? Да, мы делали, производили сами, да, и так далее, ну, сейчас это как бы то, что нас, в общем, спасает. И, безусловно, новости. Новости – это наше все, которое КТК в течение всей своей 31-летней истории взращивал, лелеял, холил, ну, здесь Даурен даже может больше рассказать, потому что новости – это было все. Новости – это наше все, туда лучшие вообще кадры, деньги, внимание, новостям было можно все, всегда. Новости – это священная корова. Сейчас тоже можно? Практически. Давайте вот на двух моментах остановимся. А новости на русском у нас, кстати. Да, но это, кстати, вот о потреблении публицистического контента. Для которого язык не важен. Вот давайте начнем, перемотаем немножко назад, про ток-шоу, да, вот. Во-первых, мы много, во-первых, мы видим просмотры Астарла в Ютубе. Очень круто, и мы завидуем, и если для нас там 200 тысяч – это прям круто, то там вообще 400 тысяч с ноги, 500 тысяч вообще с ноги Дина. Привет, Дина Тулеберген, прекрасная Дина Тулеберген, она вообще очень крутая. Да, она крутая. А, а я еще телевизионщик. Да, да, да. Эльмир Лимановна, вот на ваш взгляд вот этот формат, он, ток-шоу, он может быть только на телеке? Почему Ютуб, допустим, не повторил эту историю? Это чисто телевизионный формат, вот это остро-социальное такое ток-шоу? Конечно, конечно, потому что, ну, это зрелище, это действие вам кишка-толка, такой повторительный. Мне кажется, слишком громоздко для Ютуба. Это громоздко и дорого. Это очень громоздко. И продюсинг. Это дорого. То есть громоздко не по съемкам, а по продюсингу, да? И по съемкам тоже, да. И по продюсингу, там же куча народу, ну, мне ли вам рассказывать, задействована, да. Это очень нервное производство. Даурен сам был, значит, зачинал, так сказать, продюсинг. Нет, давайте, как бы, я не зачинал. Мы рассказываем. Нет, нет, я сейчас говорю про нашу правду, да. Ведь Астралая Акиката, оно на гостях не говорят, но как бы... Это Дина Тельберген в прошлом. Ее звали Алексей Шахов. Ну, в смысле, на базе нашей правды возникло, да. И это наша блестящая программа, и талантливейший ведущий, которого вот прям очень не хватает. Я его сама обожаю, я считаю, он такой органичный. Он будет смотреть. Привет тебе, Алексей Шахов. Он прям у нас вообще там... Я всегда говорю, он как Малахов для России. Ну, я сейчас вот просто, как люди относились к нему, да. И Дина такая же, да, практически. И я к тому, что как там перегорала команда, потому что это же очень еще нервенно, так сказать. В любой момент у тебя там кто-то из героев или эксперты, эксперты ладно, бог с ними. Из героев может просто не приехать. А это люди, которых везут с глубинки, размещают их в отеле. Это все деньги, как бы, да, оплачивают им дорогу, сторожат их там. Они как цепные псы там сидят и там, чтобы не сбежали. Сейчас все такое новое, сейчас конкуренты их вырывают. Представляете, они темы между собой, значит, темы хватают. И Дина кого-нибудь привезет, а выкрадывают из номера редактора с этого, с Куриемоса. Представляете, какой кошмар. У друг друга. Ну, маленький рынок, маленький рынок. Но чтобы сильно цинично это не звучало, тут, наверное, нужно отметить, что это проекты, которые решают конкретные проблемы людей. Вот, это проекты про людей, да. Они, естественно, имеют достаточно манипулятивный, драматургический ход. Правильно? И это нормально. Без этого структуру, ну, о чем ли, без этого вообще это невозможно. Не бывает добрых там, где все там улыбаются, друг другу гладят. Или они сразу результат взяли, рассказали и все. Да, да, да. Это я не просто там оправдываю перед собой там наш цинизм, когда телевидение, вам лишь бы выжать из человека там и показать там всю вот эту грязь, грязное белье и так далее, так далее. Проблемы-то решаются, мы же решаем проблемы. И люди приходят к нам. Я вот здесь, я думаю, будет слишком пафосно. Я просто недавно, у меня есть два любимых медиа-менеджера вообще глобально. То есть это Муратов и Эрнст. Я вот обоих, вы просто вообще, это просто мои кумиры во всем. И вот Муратов недавно так сказал, он, конечно, сказал про своих журналистов, мы там, понятно, никак не примешиваемся, вообще другие, конечно, масштабы. Он говорит просто, что журналисты в одно время в России стали парламентариями от народа, что народ никто не представляет. И журналисты стали представлять народ перед властью, что никто его не представляет, он выразился. И мне это так понравилось. И я начала думать, а мы вот в этом Астар-Ле-Акихат своем, куда приходят разные люди, понятно, но в основном своем действительно находящиеся в тяжелой ситуации жизненной. И вот журналисты, подчас Дина, ее команда, они и психологи, и няньки, они же там устраивают в школы, в интернаты, тут же увозят, у редакторов ночуют эти люди, потому что она подверглась насилию со стороны близких и так далее. Ее не принимают, или там в родном ауле что-то случилось, и наши носятся с ними, они их по госорганам водят за ручку. Ну а как это, как не представители? Вот как это, вот как это, да. И поэтому обвинять только телевидение, что мы взяли как человеческий материал такую историю тяжелую, выжили из нее все, и ради только своих рейтингов, да, такой момент есть. Да, мы выжили, но мы при этом помогли. У нас не бывает историй только вот, значит, хайп ради хайпа, вот. И в этом, я говорю, телевидение, я еще тоже часто сравниваю это наши с вами внутренние как бы разговоры, телевидение во многом честнее. Вот как раз-таки тех самых новых медиа в чем-то, где как бы хайп и хейт становится инструментом вообще. Мы честные, мы прозрачные. Я вот об этом хотел сказать вот по поводу выгорания и по поводу честности и прозрачности. Я абсолютно с вами согласен, потому что выгорание вот в этих наших новых медиа тоже есть. Вот буквально ребята, которые закончили материал про трансгендеров, все эти трансгендеры настолько выпили, грубо я сказал. Но был материал про транслюдей и сложные герои, да, и понадобилась и продюсеру, и автору реабилитации. Я прям, ну, в смысле, реабилитация такая, немножко психологическая. Потому что сложные герои, ну, довести их до съемок было очень сложно. Я вспомнил те времена, когда я продюсировал «Нашу правду», когда точно такие же истории были. Почему, вот на мой взгляд, вы честнее, у вас есть поляна, на которой решается все. В новых медиа нет поляны. Вот эта самая студия, где шевтикамеркой все снимается, но в то же время на этой площадке все решается, будь это прямой эфир, будь это не прямой эфир, этого в Ютубе, в видеожурналистике новых медиа его нет. Это все-таки, ну, пока нет. Пока еще не придумали. Я вот думаю, что пока, потому что я все-таки на своей позиции, что это одно и то же. Разной формы. Ну, просто, ну, когда-нибудь будет бюджет, мы же понимаем, что студия – это ресурсы человеческие, часы. Студия, которая может это за один раз, ну, это может быть, даже если это не прямой эфир, но это снять вот этот момент, поймать без стопов, с минимумом стопов, скажем так, снять в этот момент эту человеческую реакцию, ну, условно говоря, это только вот такие ресурсы. А потом можно я добавлю, что еще важно? Мне кажется, вы-то знаете об этом и вы, и Дауре, но мне кажется, да, мне кажется, только я это вот как понимаю, почему на телевидении нельзя расслабиться? Ну, у вас тоже нельзя. Но вы, допустим, ну, не выдали что-то в пятницу и не выдали, а у нас нельзя. Да, вот мы не, вот у нас стоит Астерлаки, в крайнем случае, мы можем поставить один раз повтор. Если мы поставим второй раз повтор вместо, или снимем программу, все, ну, уже такое, как бы, такое недоверие и так далее, мы потеряли аудиторию, аудитория переметнулась, там тоже не дремлют другие каналы, да, да, и, в смысле, часть аудитории ушла, это вот как бы ушла и не вернулась, может быть и такое. Я к тому, что телевидение тот самый вот монстр, который кушает каждый день по 20 часов, вот его надо кормить, ну, я имею в виду, да, и благо, что когда продукт закупной, да, когда он как бы готов, ужас, когда он не работает, это второй наш ужас. Там много в социальных сетях писали про Астерле, было нападок, нападок много было, инцест, вот это все извращение. Это все продолжается? Как вот это все разруливаете? Ну, нас обвиняют, и Дину обвиняют конкретно, что мы прям позорим нацию, как бы, мы специально вытаскиваем грязь под ногтями, вот КТК не может жить без этой грязи. Сколько к этому как бы привыкли, мы-то, понятно, извращенцы и наркоманы. Нет, вы-то не системные, а мы системные телеканалы, ну, надо это помнить, да, тем более телеканалы. Охват. Охват, и это системная СМИ, системная СМИ, хочешь, не хочешь, это тоже другой разговор, и мы зарегулированы со всех сторон. Вы счастливые, потому что не зарегулированы. Пока, пока. Я говорю, а так зарегулировано что-то, как телевидение, она ничего вообще, ну, в смысле, не зарегулирована. То есть мы настолько, то есть все законы, которые только можно и нельзя, мы там им следуем, да. Более того, естественно, вот это давление, оно есть, ну, то, что вы говорите, пастор Лай Акикад, я к этому уже отношусь достаточно спокойно, хотя звонки до сих пор бывают из самого как бы вверху, где уже они не говорят сами, а используют каких-нибудь там блогеров или там, я не знаю, да, инстасамок. Инстасамок, которые, значит, ну, ругают КТК, что там специально и так далее, и так далее, и мне это шлют, и мы, что это такое. Я говорю, ну, что такое, ну, мы лучшие в своем деле. Ну, вот как еще одна и та же. Ну, то есть нужно зафиксировать. Одно дело рассказать о каких-то сторонах нашей жизни, нашего общества на Ютубе, и совершенно другое вот в системном эфире, в системных СМИ. В системных СМИ. В системных СМИ, это имеется в виду, что в системе. В системе, в системе, да. Хорошо. Давайте перейдем к новостям. Вот новости, Катка, это тоже системный формат. В системе? Системно в топ-10. Да, системно в топ-3 вы, по-моему. В топ-1. Ну, вот в топ-10, которые я опущу каждый месяц, там всегда новости КТК, очень редко новости другого канала. Вот смотрите, я уж как переметнувшийся, да, кувыркнувшийся в воздухе. Переобувшийся. Переобувшийся извращенец-националист. Хочу озвучить то, что пишут в этих интернетах, что в эти новости ваши вообще уже никто не смотрит. Что вы там эти новости вечером показываете, когда все телеграм-каналы все выдали, все порталы все выдали, а вы в 9 часов, кто вас смотрит? А вы, Александр, показываете в рейтингах, что вас смотрят. Да, у нас очень большие цифры. И мы прям номер один каждый день. Да. А кто нас смотрит? Кто телеграм-каналы? Мне кажется, нас смотрят люди, даже которые утром телеграм-каналы почитали и посмотрели, такие, ну лучше перепроверить, что там КТК скажет, потому что там будут две стороны, там может какое-то будет еще иное мнение, там ситуация со всех 360 и скольких возможно там градусов, то есть доверие, мне кажется, телеку и новостям на телеке больше, все равно придут перепроверять по нам. И будут ждать 9 часов вечера, хотя уже в течение всего дня на лентах чего только не было. И в Ютубе, и где только на телеграм-каналах. У определенной аудитории, конечно. Ну вот, кстати, я во время, когда началась война в Украине, я понял, что как это может работать, ну просто как бы радикальный пример, когда ты читаешь одну новость в одном телеграм-канале, и в другом телеграм-канале точно такая же новость, но так как ты в эмоциональном таком состоянии находишься, ты и ту новость читаешь, а потом появляется какое-то видео об этом событии, ты и видео смотришь, то есть ты, ну это понятно, радикально, когда тебе вообще полностью все это будоражит, ты все хватаешь, и потом, может быть, где-то там, не знаю, ну даже в Ютубе смотришь какой-какой в новостном выпуске, как они сказали хоть чуть-чуть, ну как бы... То есть прогнозы исследователей рынка еще, а вот, кстати, на будущее десятилетие вот видеоформат будет лидировать везде, ну вы уж сами это видите, видеоформат это вот наше все, и ваше все, и как бы, да, 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 да. Это вот прямо действительно. И вот, кстати, и перекочевание, тренд наблюдается на большие экраны опять. Люди хотят смотреть на больших экранах. Я не говорю, что обязательно линейный контент. Нет, что-то другое. Но большие экраны, да, не в смартфоне больше такая. Ну, вот я повторяю тоже мысль. Для меня это как будто все стало одно и то же. Естественно, аудитория наша, понятное дело, что наша аудитория более пожилая. Нет, у нас еще не как там один наш коллега говорил, не пенсы, как там в России, да, на теле. Пенсы так пенсы. Пенсы, пенсы, ну, пенсионеры. Нет. Конечно, наиболее, конечно, консервативная аудитория. Она не такая образованная аудитория. Она такая более как бы линейная, более управляемая и так далее. Но ее все еще много в стране. Поэтому, когда вот начинают кричать вообще, и вот даже в коме, я люблю, вот Дориан Султанович всегда меня ругает, зачем я читаю комменты, да, как это было, зачем советские газеты читают. Думаю, скроллинг у вас, как у Николая, он про войну, а вы вроде негативные комменты. Я негативные комменты, особенно люблю про телевидение. И вот это вот начинается, вот этот, еще наши коллеги какие-нибудь, там, было недавно к какому-то каналу, сколько-то лет. И вот, если они только не закажут ботов, там, где все поздравляют, обычно такое, что, это еще есть этот канал? И кто смотрит? Я выбросил телек 10 лет назад. А слушай, я там вообще телек не смотрю 15 лет назад. Давайте закажем ботов в жизни, чтобы хорошо рассказали. Да, я там вообще, кто еще смотрит? Вот меня, ну, слушайте, есть кто-то смотрит, да. Кто-то смотрит, да. Ну, вот вопрос, мы, который, вопрос задавали Арине Бородиной, телекритику, да? Вот по вашему мнению, вот эта аудитория, которая читает телегу в интернете весь день, она с возрастом в телек приходит? Да. То есть телек пополняется за счет тех, кто, ну, просто стареет и уже включает? Просто вот тупо стареет. Я для меня самой было, для меня самой это было, в смысле, новостью. Где-то я это узнала года, наверное, 4 назад, может, 5, в разговоре с одним коллегой из Москвы, который, вот в смысле, который прям, вот вы помните или нет, было прям целое исследование. Да, вот, например, то, что как, как это сказать, привычки, как это у них называется у исследователей, не образ жизни, а вот, вот, когда человек стареет, у него такая рутинность появляется, да? Типа уклад какой-то. Уклад, вот, уклад. Меняется жизненный уклад с возрастом, да? Уже люди, как там в романсе у Розенбаума, там, не бегут на ночь, глядя в гости, да, там, или еще куда-то, или там в клубночь и так далее. На другой конец города не ездят. На другой конец города, да, да, да. А телек, он становится твоим, собственно, ну, как членом семьи. Ну, у некоторых фоново смотрят, да, что да. А некоторые... Уютным атрибутом. Уютным атрибутом, да. И если что-то там идет вот такое залипушное, ну, что-то можно как бы увидеть. Я думаю, что даже некоторые, которые ругают, они и сами не смотрят. Я почему тоже обожаю Сергея, который вот был у вас. Ким. Ким, да, Сергей Ким. И не только его, а еще несколько его коллег. Я их, знаете, за что... Маргарита Бочарова. Маргарита. За то, что они, ну, понятно, их работа обязывает, они смотрят. Потому что меня уже вот бесят вот эти, которые последний раз телевизор видели лет 10 назад и вот так одним кадром. Они смотрят ответственно, вдумчиво. И зато они ругают, да. А эти смотрят, ну, критики они смотрят. И так приятно, потому что они же все разглядывают. Они действительно... И вот в их критике хочется сказать всем, ребят, давайте вот конструктивно. Давайте конструктивно. Вот вы что смотрели? Вот вы что-то от начала до конца хотя бы посмотрели, хотя бы 10 минут посмотрели там ровно. Ну вот как? Ну почему-то еще как замечают некоторые наши коллеги, особенно люди, работавшие раньше на КТК, они страшно любят тоже КТК. Ну, которые пришли в блогосферу. Они очень любят, в кавычках, да, КТК и любят, значит, обязательно пройтись там, так сказать. Вот я как раз по поводу того, что не смотрят, я вот тоже опять признание сделаю. Потому что у нас же это... Наш подкаст, на самом деле, он такой постоянный у нас линейный сеанс психотерапии. Ну, в смысле, рефлексии и всего прочего. Я недавно, да, переехал в новую квартиру и там впервые за последние 20 лет установил себе кабельное телевидение. Я вот, честно, работал 20 лет, я не смотрел, у меня не было дома кабельного телевидения и конкурентов, и всех смотрел или на работе, или в интернете ловил. Вот тут я окунулся в прекрасный мир Алма-ТВ. И я на самом деле понял, и это вот сейчас такое не либеральное позерство, не вот эти нью-медиа, что мы переметнулись, стали там другими, но я понял, российская телевидение какой-то ад и какая-то проблема. Потому что я листаю, и так или иначе я на это дело наталкиваюсь. Ну, даже как бы я более-менее подготовленный человек, я, во-первых, залипаю, это сделано профессионально классно, но вот как бы ценности и посылы абсолютно людоедские и адские. Я вот в связи с этим вопрос, вообще, как мы относимся к тому, что я к этому плохо отношусь, мне кажется, вот прям радикально, по-моему, закрыть надо. И второе, что там у нас вообще на телеке вот эти разговоры о том, что там делать канал, может быть, составлять конкуренцию русскоязычному телевидению. Вот как телевизионщики, насколько вы можете об этом сказать, относятся, во-первых, к тому, что российское телевидение у нас давит всех, да? Ну, в смысле... Во-первых, как предприниматель, скажу, ну, оно сжирает, кроме того, наши деньги рекламные, да, забирает бюджеты, это тоже важное... И второе, что как бы статус поменялся с войной, насколько сейчас это вообще вот, ну, как бы имеет смысл показывать? Можно? Ну, здесь, знаете как, естественно, я думаю, ну, почти так же, может быть, не так радикально, но так же, как вы. Я вообще к тому, что в Казахстане обязательно... Вообще, вот здесь вот такая мысль, телевидение должно быть одноязычным. Двуязычное телевидение, это вообще мрак, это не для кого. То есть вы имеете в виду канал сам должен быть на одном языке? Канал, канал, эфирный канал, телевизионный канал должен быть одноязычным, как Казахстан. Вот на примере Казахстан за эти годы, и за это последние пять лет показывает планомерный рост. Там где-то вот при хорошем, грамотном менеджменте, при деньгах, которые выделяются государством, ну, и, как я уже сказала, при правильном менеджменте, и одноязычие. Вот три фактора сделали Казахстан, огромный гигантский прыжок совершил с последних мест практически на третье. Вот они сейчас в определенные дни, у нас же там сложно, по результатам недели или месяцев, они иногда выходят на третье место. Ну, и, в общем-то, сказать честно, с дальнейшим таким ходом, ну, там и недалеко, в общем, до первого. Потому что там все правильно. В каком смысле правильно? Канал на одном языке. Канал для большинства, национального большинства Казахстана с понятными целями, задачами, будем говорить так, для патриотов своей страны, для людей, которые связывают себя с Казахстаном, которые ждут, значит, у которых есть востребованность в национальном своем контенте, и они его получают. Может быть, еще не такой качественный, но уже, я говорю, скоро, наверное, количество перейдет в качество. А тех же даже те сериалы даже об исторических деятелях, которые у них выходят, которые сделаны с разной степенью, конечно. Ну, вы это знаете лучше меня, Николай. Но они, в смысле, эта аудитория, там все ровно. Я же говорю, я восхищаюсь, потому что я так и говорю своим коллегам оттуда. Последовательно гнут свою линию по понятной стратегии. По понятной стратегии. Это вообще самое лучшее, о чем можно мечтать. Двуязычие, вообще априори, оно в любой стране, не знаю, хоть в Африке, хоть в Европе, хоть где угодно, будет тянуть. На телевидении. На телевидении. Двуязычие тянет вообще. То есть это как бы не для тех, не для тех. Телевидение со своей вот этой сеткой мы, конечно, давно распределили. У нас таймслот каст, таймслот рост. Мы еще же, как бы, у нас есть закон о языках так называемый, где мы должны 50 на 50. Ну, тоже это как бы ужас. Я сейчас не к тому, что какой-то язык плох, а потому что это вот не для кого получается. И вот у нас вот этот таймслот, трехчасовой такой, это русскоязычный, здесь казахоязычный, там еще все нарушают, коммерческие каналы нарушают. И какой выход? Мы сдохнем. Вот. Выход. И это очень плохо. И редко кому удается, чтобы было ядро и на русском языке у канала, и на казахском, да. К сожалению, у нас одно время так было. Сейчас, сейчас вот, конечно, на русском языке у нас ядра больше. Ну, то есть наш зритель больше русской, несмотря на все усилия по казахскому контенту. Ну, тут еще другой момент. КТК еще исторический такой вот, с геном такой русскоязычным, да. Это отцы-основатели так заложили. Мне кажется, они были другой национальности. Ну, ладно. Я, в смысле, да, и я всерьез считаю, что для вообще, для безопасности страны, прежде всего информационной безопасности страны, было бы очень хорошо иметь казахстанский телеканал один эфирный на русском языке. Но с нашим контентом, с учетом, с учетом именно, так сказать, требований, востребованности нашей аудитории, что она хочет, про что она хочет. Так, с нашими ценностями, с нашими даже, извините, профессионально вложенными идеологическими посылами, а мы это умеем, вы знаете, ну, в смысле, аккуратно так вложить, что мы даже там в Курабкель какой-нибудь можем вложить какой угодно посыл, да, ну, я имею в виду мистическую докудраму. Вот, и должен быть такой канал, я считаю. Ну, а теперь на практике. На практике я в это не верю, потому что я реалист. Вы знаете, я реалист, и я вижу, ну, много препонов этому, связанных, ну, с отключением, так сказать, российского ТВ и замещением, так сказать, своего родного казахстанского ТВ на русском языке. Это вопрос политический. Это вопрос политический. И мне, опять же, как системному менеджеру системного канала, вот в отличие от вас, это, может быть, было даже, может быть, предметом каких-то наших споров и несогласий, но я считаю, что это, я считаю, что это маловозможно, потому что я понимаю, с другой стороны, аргументы и опасения тех, кто это не позволит. Ну, в смысле. Ну, это на самом деле удивительно, потому что если вот эту антиимперскую, антиколониальную битву, ну, грубо говоря, мы, ну, страна, вот в данном случае я абсолютный государственник и считаю, что вот этот весь ад, который показывают наши коллеги там с первого, с НТВ, ну, надо что-то с этим делать. Что показывают в нашей стране? В нашей стране, на фоне войны, и вот это все, весь ад, которому я еще относился как-то полтора года назад. Ну, показывают каждый свой выбор. Сейчас это прям вот вопрос уже национальной безопасности, но при этом вот эту, продолжу мысль, антиколониальную, антиимперскую такую битву ребята вполне себе успешно выигрывают в кино, в веб-сериалах, делая контент, наши ребята, делая контент на русском языке, снимая наши патриотические фильмы, комедии, где-то на смешанном, где-то на русском языке. Там нет ограничений, там более широкие возможности и куча талантливых людей снимать и на казахском, но и на русском тоже. И там такие нормальные, классные ценности. И то же самое в веб-сериалах, то, что сделал в Салем, есть исключительно на госязыке, есть на русском языке, это наши сериалы. И все говорят о феномене как ютубовского кино, казахского, так и вообще кино. А с телеком какая-то такая история, что адские четыре канала российских вещают, а русскоязычного, казахского нашего телевидения... Ну вот тут я с вами полностью... Видите, вот я, например, думаю, что именно вот то, что вы говорите Деурен, вот по поводу запретов, это, наверное, история действительно немножко радикальная, потому что, ну, я сразу представляю себе новости где-нибудь на каком-нибудь, там, в Казахстане националисты закрыли российские каналы. Другое дело, что, ну, вот мы, например, ну, предположим, что есть такое решение, есть канал на русском языке в Казахстане. Ну, что из этого выжимать? Ну, как бы, кому какие вопросы? Это же наше внутреннее дело, по сути, да? Просто запрет, как будто бы сейчас вот с такой эскалацией всего будет выглядеть, как будто бы как жест, я не знаю, там. Понятно, что это не жест, что это мы сами можем как угодно. Но вот, а если бы появился такой, кроме этого, вот, получается же, при выборах Зеленского, я вот эту ситуацию стабил, в Украине, он прямо инициировал вот этот дом, то есть началась война, он же прямо об этом говорил, что есть русскоязычное население в стране, оно не должно быть подбегнуто, ну, там у них уже, понятно, враг был, да? Вот этому, вот этой российской пропаганде нужно делать прямо русскоязычный канал, который, ну, не будет отрицать все русское или на русском языке, просто, ну, как бы... Который будет работать без отмены, так сказать. С этой аудиторией, которая ощущает себя... Может, что в советские те же фильмы будет показывать, ну, которые... У нас Дванов же об этом говорил. Да, Дванов, как вообще Сергей Владимирович, во-первых, человек, которого мы безумно уважаем, как... Очень хотелось бы быть на него похожим, но уже поздно. Как очень честного, да? Самого честного, по сути, телевизионного журналиста в этой стране, который всегда был против вот этого коррупционного государства, да? И как телевизионщик, очень опытный человек, который стоял у истоков и во многом и КТК, и ТНН, и ТВМакс. И вот его вот этот рецепт о том, что вы показываете эти фильмы советские этим бабушкам, если они есть, и молодое поколение, если есть, любят они там полосатый рейс, но при этом делать новости на русском языке, делать ток-шоу... С сеткой мы бы разобрались вообще. Если вот я уже просто как менеджер натягиваю на себя, так сказать, на свою ответственность, да? То есть мы понимаем, как это делать. Мы понимаем. Более того, такой канал, я же не дарм говорю, вот мы, как коммерческий канал, я это говорю там на разных уровнях, понимаете? Мы вот не просилки, дайте нам денег, мы привыкли сами зарабатывать. И так вот я говорю, когда, если бы переход на одноязычие позволил бы нам стать более продаваемыми, вот мы бы сами стали... То есть если сейчас, понятно, рекламный рынок падает, а да, и вы еще у ТВ хотите забрать, понимаете? Мы не хотим просто озвучивать. И запрещать это? Последнее. Да, хотите забрать, да. Я к тому, что мы просто сможем даже и зарабатывать так больше, понятно? Одноязычное ТВ это сразу, это сразу монолитная аудитория, это сразу разрастается ядро, да, это сразу повышается вот та самая лояльность, потому что понятно, что это вот про это, вот и все. И ты будешь смотреть на одном языке, а у нас же не только русские говорят на русском, извините, да, сколько еще. У нас еще и казахоязычные потребляют контент на казах, на русском языке, в отличие от русского языка, язычных, кто не потребляет на казахском. И я считаю, потому что у нас с этим все хорошо, с традициями, с их показом, красиво на Казахстане, там танцуют, поют, все красиво, картинка шикарная, научились они работать, все хорошо, там никого не надо обращать, ну, как бы, в веру, я имею в виду, никого не надо, там и так все все правильно понимают, и разговаривают, а у нас другой момент, я к тому, что имеется в виду людей, на что напоминать им, это вот как раз те самые люди, там по-разному называют политики, кто-то пятой колонной, которые телом здесь, ватники, ну, чтобы казахского Донбасса не было, я здесь и тебе сейчас вычурую, которые телом здесь, а в смысле, в угом там, да, и таких же много, ну, понятно, и ведутся бои между такими в новых медиа, в социальных сетях, это мы все видим, слышим, да, а мы предлагаем конструктивное решение, я всегда вот за конструктив, я вот, мы тоже граждане нашей страны, мы тоже должны о них думать, тут же не вопрос каких-то там, мусульных, иммигрантов, там, с розовыми удостоверениями, это граждане страны, где вы их берете, говорят, я говорю, это граждане нашей страны, они с вами не хуже, ни меня, ни вас, ничем не хуже, это же проблема, от того, что мы вот это вот, закроем на это глаза, выплескивается, а там есть какая-то большая проблема, она не только одного человека касается, ну, понятно, они тоже носители какого-то там социума, вообще, на самом деле, это недалекие люди об этом пишут, я вот как в комментариях под материалами про экибастуз прочитал там, что они живут в этом экибастузе, давно уехать оттуда надо, но как бы из Казахстана тоже можно уехать, как бы, и там есть Швейцария, прекрасная страна, давайте, в смысле, скажем, что ЛГБТ запретить, в экибастузе не жить, и что еще, кто Путина любит, тех тоже депортировать, ну, это фашизм. Да, вот я, кстати, мне мысль, просто я немножко возвращаюсь, я просто вспомнил такой момент, вот, когда вы говорите про монолитную аудиторию, я понял о том, что вот мы говорили же переключение или выбор, то, о чем вы говорили, на самом деле, мне кажется, нам надо понять, что вот это переключение канала, это, ну, целые корпорации бьются, чтобы у людей в приложении не было вот этих лишних действий, а переключение и сделать, и как бы сделать выбор, это вообще в нынешнее время крутое действие, слишком большое, барьер, и если, я вот то, что видел даже, знаете, в Турциях, у квартирах у наших людей, они включают один канал, он идет фоном, то есть, если это тот канал, условно говоря, канал Казахстан, ну, ты вот не так заморочен, что сейчас смотреть, ну, просто ты включаешь его, а вдруг там что-то интересное, ты его слушаешь или не слушаешь, он идет, ты потом его смотришь, но ты какое-то решение одно принимаешь, вот как привычка, канал Казахстан будет на фоне, как в кафе, знаете, кафе же есть такие, один канал, как он, Гакуй, там, ну вот, да, конечно, то есть, я к тому, что в мире крупные корпорации принимают во внимание вот эти привычки людей и, ну, меньше лишних действий, да, и здесь то же самое, медиа потребления, оно же... потому что это рыночный подход, это же вот элементарно, а у нас надо сначала все усложнить до последней степени, а потом что-то... что в 4 часа теперь идет русский слот, это переключаем... изобретать велосипед, а зачем, а зачем? Можно я Саше вопрос задам? да, Саш... Заскучал. Не, не заскучал, он ждет своего часа. Ты, пожалуйста, расскажи, вообще, вот у нас разговор идет же о телеке, о телеке, о соцсетях, вот, больше года назад интернет отключили, и телевизор тогда как-то все для себя открыли. Ну, открыли, причем мы его и сами для себя открыли. Это Кантар, донбасские события. Да, Кантар, это же тоже было, пропал интернет, мы достали вилки, мы достали какие-то прибамбасы, чтобы включить, чтобы ловить антенны старые, там у кого, чтобы даже на канале мы просто вилки гнули, втыкали и смотрели телевизор, и так было большинство. а что было еще смотреть, если нет интернета, соцсетей, которые, да, заполоняют сейчас с утра до вечера фейки, не фейки, субъективизм, все что угодно, а тогда сразу все отрубилось, и ты что, у тебя телефон вообще бесполезен, ты сразу к ящику бежишь, и начинаешь там, как тогда работали, и как вообще доказали? Мы работали, мы работали в темноте, в холоде, вот, но мы продолжали работать, как бы, да, видео какими-то неведомыми способами, мы бегали с хардами к людям, которые успели на сотовый телефон что-то снять, с флешки на флешку перетаскивали, перегоняли, запускались. Под обстрелом. Снова там, да, выключите свет, я помню, у нас же как раз это все под окном фактически проходило, и, по-моему, первый день, когда мы пришли, и все вот это происходило, и меня сделали ответственным, нужно выключить свет везде, чтобы в здании вообще не было, мы работаем в темноте, не такого света, маскировка полнейшая. И я все, ну, конечно, я сейчас везде вырублю все рубильники, я просто на первую ступень опускаю кроссовок, ногу, и свет просто по всем ступеням, у нас автоматика, и все здание освещается. Я думаю, все, меня же отправили спасать людей, а я их сейчас убью. Ну, так, что было... А в пандемию? Ну, в пандемию. В пандемию, когда телесмотрение резко увеличилось, потому что людям резко понадобилась официальная, проверенная, да, информация. У нас тогда цифры вообще взлетели. И вот мы, по-моему, в тот момент, вот как вышли на первое место с новостями, никого туда больше не пускали, там очень, не знаю, годы, наверное. У меня, можно, два вопроса? Я все это так прям как будто каждый день людей вижу, а как будто увидел... Как будто три года вас не видел, да. Первый вопрос. Ну, с инцестом мы разобрались, который в Астерлайке Кат, понятно, там, как бы, есть такое, надо об этом говорить. Ну, вторая претензия, это... Случилось. Да, я так все время еще говорю, там, про январь, задаю вопрос, как будто я делаю вид. Как будто тебя там не было. Как будто, да, ну, так вот, в общем, да. Вот эта чернуха, на КТК все говорят, вот это вот показываете трупаки мертвых людей, аварии, зачем это вообще нужно? Что вы на это имеете ответить? Мне кажется, кто так говорит, давно не смотрел новости КТК, в том числе. У нас все очень сбалансировано, я так скажу. У нас есть и то, и другое. У нас есть для умных, у нас есть для любителей трешачка, жести, крови. Ну, у нас для всех. Такой, такой трешачок, жесть, кровь. Сейчас так финично было, там, в комментариях начнут писать. И вот эти люди телевидения, они с улыбкой трешачок говорят. Это будут писать люди, которые сами вечером включают в девять и такие, что там? И потом в ютубе скачают вот это и перешлют еще своему соседу, на КТК показали кто-то кого-то опять. Ну, потому что жизнь такая, и как бы мы ее не приукрашаем, не показываем какой-то другой, мы показываем то, как есть. Но сейчас мы, конечно, в информационной повестке меняемся, ну, потому что у нас уже не вот 45-минутный выпуск, ну, как-то самим уже даже не можем концентрироваться только на одном черном цвете, да, допустим. У нас есть умные сюжеты. Ну, что про экономику? Потому что люди тоже умеют читать деньги, хотят понимать, что с ними происходит. Ну, доходчиво у нас про экономику. Да, то есть мы вот адаптированы для простым языком, потому что, как бы, ребята же для себя пытаются сначала это понятие препарировать и потом дальше это распространить. То есть про всех, про всех. Вот Рыбакина умница у нас, мы ее показали вчера, целый сюжет огромный сделали. У вас заметно все изменилось с тех пор, когда я вот был главным редактором КТК. Надо... Мы меняемся. У нас маньяков больше нет. Нет, маньяков нет. Вот добрый, улыбчивый Саша. Вот что значит, как бы, менять людей на ключевых позициях и все сразу меняется. Говорю, но я вот про свежую кровь хотел не в понимании, прямом понимании про кровь, все-таки. Про кадры, про кадры. Я слышал знакомое слово. Я больше, да, про кадры, да, то есть, ну, как мне сейчас кажется, что вообще вот этих условных медиа людей или как бы журналистов или тех людей, которые имеют опыт работы в медиа и которые вот, ну, могут или стремятся работать, да, ну, тем более там с видео, как будто бы сейчас есть какая-то определенная такая, ну, нехватка. Может быть, это было всегда. Я даже скажу, что это, мне кажется, беда. Это можно даже назвать бедой, потому что у нас факультета журналистики все больше, людей на них приходит все больше, но куда потом эти люди исчезают, непонятно. Ну, может быть, я предполагаю, может быть, они куда-то в пресс-службу уходят в СММ, еще во что-то. У людей понимание, вот мы ищем репортеров, да, всегда мы в поиске репортеров, нам они нужны. Это люди, которые работают на новостях. Этим людям в первую очередь не позавидуешь. Мне кажется, это вообще самый сложнейший вообще участок, отрезок, как угодно можно сказать, назвать работы. Потому что у нас кто? Девочка пришла на факультет журналистики, или мальчик, ну, девочка. Она думает, что сейчас она там закончит, не закончит, ее будут смотреть мама, папа, родители, бабушки, все до седьмого колена. Она будет вечером красивая, с укладкой, стоять на фоне горящего дома, с микрофоном, волосы ветер развивает. Вот она вся такая роскошная, сообщает, значит, новости, смотрит, зал рукоплещет по ту сторону, да, экрана все на диванах. А как это происходит в жизни? В шесть часов какой-то пожар, мы поднимаем корреспондентку, ей вообще не до укладки совершенно, в шесть часов за ней приезжает машина, ну, допустим. Это экран. Ну, он пожар, иногда в шесть. Ладно, дадим поспать. В девять, в девять утра она поехала на съемку, она пересобачилась со всеми честниками, которые ее не пустили, потом с прислужбами честников, которые не дали ей информацию, потом она там записала, пожарную не записала, потом на ее глазах вынесли, там, не знаю, какого-нибудь Погорельца, и она приехала в редакцию, редактор требует чего-то еще, перепиши, переделай, здесь нужно кодировать, здесь нужно монтировать, здесь нужно в девять часов вечера, представляете, там уже не будет укладки, и ты красивая стоишь. Все с хвостиками ходят и заметят. Это такой ад вообще, да, это вот хвост и карандаш туда, потому что когда редактор что-то скажет, надо вытащить карандаш с хвостика и записать там, сделать какие-то пометки. И мне кажется, этим никто не хочет, в этом никто не хочет в это погружаться. Вот, потому что это... Ну, это же самое тушное, что есть вообще. Ну, люди, все, кто приходил последнее время, они спрашивают, какой у вас график работы, а у нас графика работы нет, он у нас график работы всегда. То есть мы сразу говорим, будьте на связи, в любое время дня и ночи. У нас есть дежурство в субботу, воскресенье, в праздники, не в праздники. Люди, которые просто приходят на практику, то есть есть же там период практики производственной, пришла толпа людей, они просто поездили по съемкам и все. Самая короткая стажировка, вот я прям запомнил эту девочку, она приехала, по-моему, из Санкт-Петербурга к нам и говорила мне, что КТК все, я смотрю, родители смотрят, мы с детства, бабушки, дедушки, все, я хочу работать, я хочу их радовать, это прям вершина. Она пришла, и буквально мы ее на одну съемку отправили, не одну даже, а с кем-то. И утром она не пришла, я думаю, что случилось, заболела, пишу, ты где? Я этой ночью поняла, что это не мое, я нашла работу на музыкальном канале, этой же ночью причем. И это все. Я ей был очень благодарен. Это связано с поколением, что ли, с новым, с людьми, которые хотят там в 6 часов вечера уходить домой? В том числе, я думаю, да. И даже, может быть, во многом даже с этим. Даже во многом с этим. То есть люди изменились, люди хотят другого. Да, они хотят кайфовать, жить для себя, получать удовольствие. Не просто сидеть там в редакции. Конечно, да. Не кричите на меня. Чтобы не какой-то редактор. Не материтесь на меня. А у нас редакторов огромное количество. То есть ты сначала пиндюлей получил от одного, от второго, от третьего, потом от главного и прочее. Все вот эти вот. Я почему об этом спрашиваю? Потому что я сам к однозначному выводу не пришел. То есть как бы... Почему не хватает людей? Да, в смысле я для себя не решил. Дело ли в том, что вот эти вот... Как они? Бумеры? Бумеры? Зумеры. Зумеры, да. Что они другие, с другими установками как бы впахивать не хотят. Въебать не хотят. Прям грубо можно сказать. Мы запикаем, Альбиноманна, извините, пожалуйста. Да. Или же как бы люди, у которых есть вот эти данные природные, они идут в какие-то другие сферы, может быть. У них сейчас востребовано в других сферах это. То есть людей, готовых работать, меньше не становится. Природа всегда делает примерно одинаковое количество людей. Но просто сейчас у них есть возможность пойти немножко в другое, в какую-то другую сферу. Ну вот как бы... Можно, если мы коснулись новостей, информационной политики, я как бы скажу то, что наболело, и заодно вам скажу что-то хорошее, а может это плохое. Да, вот мы ради этого, кстати, вас и звали. На предыдущих подкастах нам сразу говорили, все хорошее, я привык, жду, когда уже Айран начнут хвалить. Нет, это большой нашей болью, ну вот уже, про это уже столько наговорили, это знаете, как это, какой-то больной зуб, который не вырвывается годами, да, вот что и в это время от времени как бы болит, но уже даже забыли, ну короче, его надо или расстаться с ним, или... Это вот как раз о том, что общественно-политическая вообще тематика вытравлена с ТВ. Когда-то давно, это правда, вытравливали, вытравливали потихоньку, 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 и сейчас это просто, ну, достигло такого, прям, такого стерильного состояния. Мы прям такое стерильное поле. Какой-то такой честной, прямой, откровенной, тем более радикальной дискуссии на ТВ на сложнейшие темы нет. Вот, нет. Это вы все знаете, это не открыла я Америку. А в этой связи, поэтому даже вот, если говорить так, я понимаю и понимала всегда профессионалов, в том числе и людей свящей команды, которые предпочли делать журналистику. Это как раз вот тот болезненный разговор, есть ли, типа, журналистика на ТВ, да, есть ли жизнь на Марсе, да. Но я... Это да, это вот такой вот вопрос. И люди, которые, в смысле, выбирают, здесь я не хочу сказать, что вот кто-то там, типа, спокойную жизнь себе выбирает и там остается на телеке, где нет этой острой общественно-политической дискуссии, каких-то там батлов таких острых. И как бы что-то там выбирает, а кто-то уходит. Я сейчас не про тех и не про других. Я просто констатирую этот факт. И я к тому, что я понимаю ребят, которые ушли, выбрав для себя другое. Ну, в смысле, очень понимаю. Но, с другой стороны, знаете, почему мы с Сашей, наверное, рады, что мы на телеке? И вот, кстати, ну, я-то не журналист и никогда не была, я медиа-менеджером родилась. Да, а Саша журналист, да, и вот, ну, я думаю, Дурен здесь не даст соврать, что Саша такой крутой журналист, который бы любой YouTube бы, да, принял с распростертыми, да, объятиями. Да, мне кажется, мне кажется, пока индустрия сама не задумается и не озаботится о подготовке кадров, это какие-то крутые курсы при разных медийных структурах, там есть Казмедиа, есть телеканал КТК, какие-то движения мы на Айране, да, делаем, вот объявление, вот скоро Николай будет опять объявлять очередной набор на платную практику, то есть деньги не вы нам платите, а мы вам платим. Да, я не сильно за, но мы делаем платную стажировку. Нет, ну если там симпатичные будут, я за. У нас будет 9 мест, и кроме этого региональные журналисты отправляйте к нам с вашей резюме, мы будем рассматривать ваши предложения, ну в смысле ваши кандидатуры на вакансию в нашу страну. А уже отбракованных к нам отправлять? Да, ладно. Это начинается, да, вот Эльвина Римановна, вот так вот это вот, видите, она... Это на камеру, она как меня она мочит, тролли постоянно. Я вот сейчас свою мысль закончу, мне кажется, это очень важная мысль. Как бы индустрии нужно самой готовить кадры, конечно, это все сложно, нет ресурсов, нет возможностей, не всегда есть желание у выпускающего редактора или у главного редактора возиться с этими людьми. Ну вот я знаю, Саша возится, поэтому у него и есть вот это. А потом я их в атаку держу никуда, никогда, только через мой труп. По поводу вот этих проблем, я вот еще раз озвучу свои мысли, сомнения, я не знаю, то ли вот эти бумеры, зумеры сразу хотят, как-то я так обобщаю, они, наверное, захотят меня. Бумеры это мы с вами? Нет, мы миллениалы. А нет, я еще там раньше не помогу. Вас еще не назвали. Мы австралопитеки. Может быть, где-то мы преувеличиваем, что новое поколение вот прям хочет себе каких-то границ, не хочет перерабатывать. Нет, люди всегда, в принципе, есть, делятся на бездельников и на тех, кто знает, какие бы у тебя стартовые установки не были, нужно каждый день добиваться, показывать, пахать. Ну, без пахоты не получится. Вот. По поводу высшего образования, высшее журналистское образование, об этом очень сильно нужно подумать. Прям вот обращаемся мы, как люди из индустрии, к Министерству образования или чего-то там, как оно у нас называется. Высшего образования. Высшего образования. Что-то с этим думать надо, потому что журфаки, по-моему, уже скоро... А про сущение? В сельскохозяйственном институте уже журфак тоже свой есть, и везде они понаделы, еще забиты же они все. Куча людей прям получают... Я говорю, потом, куда эти люди исчезают? Они же чем-то занимаются и почему-то они все получили журфака. Да. Вот. Поэтому я так думаю, что нам нужно всем готовить как-то все это институализировать. То ли это какие-то там школы при крутых медийных структурах. Вот там в Астане есть Казмедиа. Были какие-то у них кейсы. Ну, были школы, да. Ну, какие-то мертворожденные проекты. Вопрос, как это делать. Да, как это делать. Вот. А по поводу вот молодежи, которая хочет, я думаю, еще в профессию въехать легче всего. В любая более-менее нормальная редакция там есть понимание, что, ну, как бы найдется человек, найдется журналист, которому в кайф работать с молодежью. Тем более, если молодежь будет ему бегать там за Редбулом и... Да. Ну, в смысле, это так тоже. Параллельненько. Это на начальной струне. Да. Въехать не надо вообще стесняться. Надо приходить и доказывать, что я готов работать. Просто нужно... Это я говорю и про Айран, я думаю, и на КТК то же самое. Кто захочет, тот найдет путь к Саше, найдет путь к нам и скажет, я хочу работать. Вопрос в другом. Вопрос, вот о чем Саша говорил. Там такая пахота, если не сказать более... Непривлекательная. Чтобы не запикивать еще раз тебе. Чтобы меня еще раз не запикивать, что... Ну, надо быть к этому готовым. В общем, я... Коля последним скажу, что он хозяин этого подкаста. Да, я просто от себя что хочу сказать. Спасибо вам большое за хорошую, душевную. Мне кажется, это... Ну, конечно, так вы немножко друг друга похвалили. Да, по-свойски. В комментариях напишут, вылезали друг у друга. Ну, в общем, можно запикать это. Да. Но, с другой стороны, мне кажется, выполнили мы главное условие нашего вот этого всего проекта и подкаста индустриального, и Айранов, и вообще нашей работы. Это то, что было искренне от души. Да, искренне от души. Спасибо вам, что вы поделились своими болями, может быть, где-то какими-то мыслями, которые мы много раз высказывали друг другу так, но не высказывали. Да. Для... Кулуарно было. Ну, да, кулуарно было, но вот у Николая в подкасте... Мне кажется, очень качественно у вас там это... Не, очень развенно. Кулуарно, даже я все равно сегодня много нового... Аудитория, да, которая посмотрит наши коллеги какие-нибудь там большие боссы телеканалов из Астаны и скажут... Да, приходите, большие боссы, на наш подкаст. Давайте им будем приглашать. Коля всегда начинает рекламировать. Я коммерческий человек по этому. Ну, да, но я вот, кстати, ностальгически хотел вспомнить тоже, да, вот про вопрос связи с КТК. Я вспомнил, что я 20 лет, я играл в КВН, и меня позвал Алибек Тастобеков. Я не знаю, будешь ли ты смотреть, тебе тоже привет. И Андрей Сухоногин был нашим режиссером, а я был молодым автором, который писал шутки для какого-то шоу, не помню, как оно называется. Но это было, да, вот сейчас прикольно. Я просто вспомнил, что я тогда как-то за оплату наличными же как-то выдавали, по-моему. Да, да, по черным. В конвертиках? Да, и я стоял вот в этом коридоре со всякими звездами, которые были новостной студией, ну, за звездами новостей, я стоял вместе с ними, это бухгалтер вызывал по одному человеку, и все стояли около стеночки, и вот так вот и ждали эту заплату. Хорошо, большое спасибо, что вы пришли, большое спасибо за этот разговор. Это был наш медиаподкаст номер 4, в следующий раз мы встретимся, надеюсь, когда у нас будет 140, наверное, или 145 тысяч подписчиков. Большое всем спасибо. На Иране. На Иране, да. Здесь мы ждем... На КТК сколько подписчиков? У вас больше миллиона вообще. Чего вы под конец все испортили и вот это на больную мозоль нашу? У вас совокупного миллиона три в Ютубе у всех наших каналов. На КТК у вас миллион восемьсот двадцать шесть, по-моему. Озвучил я это под конец. Пора закругляться, сейчас что-то будет. Тут все начали меряться подписчиками. Ну, у меня тысяча шестьсот сейчас на серийном продюсере. Зато какие, считанные. У меня в Африкатайках четыре четыре. Да, кстати, вот я... Вы знаете, Александру мне все равно был коммерческий интерес, потому что мне показалось, будет классно, если Александр разместит этот подкаст на своем телеграм-канале, потому что у меня тысяча шестьсот, у него мои целевые. Ну, на КТК, наверное, тоже. Я поделюсь. Да, но у меня мои целевые в его телеграм-канале. Поэтому всем большое спасибо. Подписывайтесь. Всем пока. Увидимся. До свидания. Спасибо. Ура. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok